Сергей Анатольевич, ну к выборным делам. Вот как вы оцениваете вообще проведение подготовительного этапа к выборам здесь, на Ямале? Наверное, на Ямале... Друзья, за последние пару недель мы с вами как-то все дружно забыли, что живем-то мы не в Республике Беларусь. Понятно, что события там, у наших соседей, это экшен. А экшен всегда приковывает внимание. Понятно, что многие на самом деле сопереживают белорусам и надеются, что режим диктатора Лукашенко люди сметут. В глубине души это будет маленькая победа и для каждого россиянина. Мы с интересом наблюдали за подобным в Украине, в Киргизии, в Грузии и так далее, и так далее, и так далее. Но только повторюсь, мы с вами забыли об одной простой вещи. Пока мы прильнули к мониторам и с интересом ожидаем, чем же все это кончится. Ребятишки там эту фору используют. Причем именно как фору. О чем я спросите вы? Ну, во-первых, в прошлой программе уже рассказывал про очередной антинародный закон. Имеется в виду закон о подозрительных накоплениях россиян, посредством которого с нас с вами уже до конца года могут начать даже не 3, а 4 шкуры сдирать. Не можешь объяснить происхождение денег на покупку, скажем, квартиры, сделанной 100 лет назад. Отдай эту квартиру дяде. Ну, или денюжку заплати в пенсионный фонд в размере до хрена, а дяди сами потом себе на карман эту денюжку положат. И таких законопроектов, господа, в моменты, когда внимание народа отвлечено на что-то еще, стараются протаскивать по максимуму. Во-вторых, мы забыли о еще более важном процессе, который случится уже через 3 недели, всего 13 сентября. Верно. Я имею в виду выборы, которые пройдут в 20 регионах страны. В 17 будут избирать губернаторов. Что такое избирать приличного губернатора, думаю, многие уже поняли. Потому что можно выбрать кого-то вроде Фургала или Коновалова. И потихонечку начинать жить по-человечески. А можно все, как обычно, проспать и получить в качестве главы региона очередного бездельника на ближайшие 5 лет, а потом руками разводить «Ой, а где я-то был в день голосования?» Помимо губернаторов, в 11 регионах мы пойдем избирать депутатов. Да, это не выборы в Госдуму. Это всего-навсего какой-то областной или краевой парламент. Но именно за счет региональных парламентов и стараниями губернаторов. Кстати, хочу вам напомнить, формируется такой важный орган, как Совет Федерации. Это где Клишас сегодня сидит, Мизулина, Бокова до недавнего времени и прочие замечательные люди сокрушались, что данные красавцы закон о суверенном интернете протащили. А как эти ребята попали в Совет? А вот так и попали. Народ на региональные выборы забил. Паразиты втихаря кого попало, понавыбирали удобных для себя. А потом эти, кто попало. Нам интернет решили ограничить, запретить и не только. И избирать будут также и местные думы, городские. А много кто из вас имеет представление, чем эти местные депутаты вообще занимаются. Какой-то мелкий парламент. Нафиг он нужен. В общем и в целом, да, от местных депутатов мало что зависит. Если бы не пара маленьких штрихов, которые не такими уж и маленькими являются на поверку. А в некоторых городах мэров выбирают именно депутаты городских дум и никто другой. Вам важно, кто станет мэром вашего города. Особенно, если вы живете в крупном городе. Вы ведь в этом городе, повторюсь, живете. И все происходящее там касается каждого напрямую. Вывоз мусора. Контроль за управляющими компаниями. Выдача или не выдача разрешений на проведение тех же митингов. Наконец, важно вам это или нет? Вот. Оно изначально и зависит от местечковых депутатов. Б. Более важное. Теперь возвращаемся к выборам губернаторов. А помните, почему Ройзман в Свердловской области не смог участвовать в тех самых губернаторских выборах? Где он бы победил, безусловно. А потому, что не прошел муниципальный фильтр. То есть, не смог даже зарегистрироваться в качестве кандидата. Потому, что по закону для участия в выборах надо получить одобрямс. От большинства вот этих мелких муниципальных депутатишек. Не получил, не участвуешь. Ройзман не получил. Потому, что мы, жители Свердловской области, двумя годами раньше тупо не пошли на эти муниципальные выборы. А потом кричали, да как же так? Почему в списках нет моего кандидата? Короче, к чему весь этот джаз. Хотите хотя бы попытаться повлиять на свою судьбу в обозримом будущем? Оторвитесь на время от белорусских страстей. И вспомните, что вам-то жить здесь. Попробуйте не профукать хотя бы в этот раз собственное житие. Ну, хватит уже ждать у моря погоды. Все. Спасибо, что вы слушали. Реальная журналистика. Коротко о главном. Увидимся, услышимся. А пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok